Партнер выпуска новостей натуральные снеки Эстбали Кешью. Жители Владивостока возмущены по часовой платной парковкой на набережной Цесаревича. Сильнее других от этой меры страдают мамочки с детьми. С дороги идти с коляской очень неудобно, поэтому платим деньги, а что делать? Командный дух мотивации и поддержка. Спортивную золотую осень 2019 встретили сотрудники учреждений уголовной исполнительной системы Приморья. Чемпионат по эндуро завершился во Владивостоке. За призовые места боролись сильнейшие райдеры из России, Южной Кореи и Таиланда. В рамках традиционной международной гонки On The Edge это шестая гонка, проводимая у нас. Также в выпуске «Город» сковали пробки. Ремонт дорог и теплосетей на авангарде создал серьезные проблемы автомобилистам Владивостока. Еще раз скажем, забыть про шашлык на балконе. Новые законы в России вступили в силу с 1 октября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Ремонт на спуске с проспекта Красоты на Авангард во Владивостоке вновь активизировался. А спустя два месяца с начала работ на капитана Шефнера спуск наконец-то начали бетонировать. Мэр Олег Гуменюк объяснил проволочки отсутствием необходимой техники. Напомню, капитальный ремонт участка дороги на улице капитана Шефнера во Владивостоке стартовал 27 июля. И с тех пор город стоит в пробках. Комплекс работ, который растянется до 7 ноября, включает в себя ремонт дорожного полотна, тротуара и замену труб провода. Пока участок пути приводит порядок, автомобилисты вынуждены пользоваться двумя альтернативными спусками. Это по улицам Володарского, Тунгусской и Манджурской, состояния которых немногим лучше, чем сам спуск по Шефнера. И вот жителям Владивостока создали новые неудобства на авангарде на Светландской и перекладывают тепловые сети. Если ранее рабочие перекрывали одну сторону движения, то сейчас переключились на противоположную. При этом, начиная с Гайдамака и до самого центра Владивостока наблюдается серьезная пробка. Ремонт тепловых сетей на улице Светландская в районе стадиона «Авангард» продолжится до 15 октября. ДГК проводит заключительный этап перекладки коммуникаций. Издание «Новое известие» опубликовало материал под заголовком «Дело экс-мэра Пушкарева. Еще один сбой в судебной системе». Мосгурсуд на этой неделе рассматривает апелляции по двум резонансным делам. Актера Павла Устинова и экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. При всей непохожести этих дел и персонажей объединяет их исходное обстоятельство. Фемида приняла крайне жесткие решения там, где можно было бы ограничиться менее суровыми вердиктами, пишут «Новое известие». В публикации авторитетного издания предлагают вспомнить знаменитую Евгению Васильеву фигурантку «Дело оборонсервиса». Обвиненная в мошенничестве в особо крупном размере, это до 10 лет тюрьмы, она была приговорена к пяти годам колонии. Непосредственно за решеткой женщина провела лишь 21 день и вышла по УДО. Полярный пример – дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. По обвинению во взятке, подкупе и превышении полномочий, он решением Тверского райсуда должен отправиться в колонию строгого режима на 15 лет. Между тем, как следует из апелляционной жалобы адвокатов осужденного, инстанция не учла множество доказательств невиновности. Фактов в деле очень мало. Тем более странно, что человеку дают 15 лет, руководствуясь исключительно интерпретациями. Чтобы понять абсурдность ситуации, можно прибегнуть к следующим сравнениям. Буквально на днях в Брянске на 11 лет был осужден мужчина, убивший человека из-за спора. В Иркутске изувер был наказан 10 годами за убийство многодетной матери. В Ухте брат зарубил топором брата и отправился в колонию на 9 лет. Следствие так и не доказало, что Пушкарёв нанёс ущерб своими действиями. Но он всё равно получил больше срок, чем перечисленные головорезы. Приводят примеры в новых известиях. Напомню, 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУК дороги Владивостока Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший группу компании «Восток Цемент» Андрей Пушкарёв осуждён на 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 миллионов рублей. Владивостокцы также в своей массе считают приговор чрезмерно жёстким. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Исаак Ланцман вспоминает, как работала команда Пушкарёва и надеется на справедливое решение суда. Сегодня день пожилого человека. Я уверен, что если бы Игорь Сергеевич был бы свободен, он обязательно бы поздравил всех горожан с этим замечательным праздником. Он не забывал и ветеранов. На всех мероприятиях, праздниках он старался. И он проводил всё время беседы с ними, спрашивал их, какие у них есть предложения для улучшения жизни в нашем городе. Выслушивал и выполнял. Горожане были удивлены, когда увидели по телевизору, как ведут арестованного нашего градоначальника. Он не был же террористом. Он не был... Да не было у него на наших глазах того, чтобы его вот так вот арестовывали. Он заслуживал уважения. Он ещё не был осуждён, чтобы его вот таким образом вести под конвоем. Насколько прислушается суд к мнению общественности, узнаем через несколько дней. Итог решения по апелляции будет известен уже 3 октября. Информагентство ВладНьюз будет вести текстовую онлайн-трансляцию с заседания Мосгурсуда по апелляции приговора. Жители Владивостока возмущены ситуацией на набережной Цесаревича. Напомню, с мая этого года парковка платная. Большинство отдыхающих мамы с детьми. Для них отдых на набережной ударит по кошельку. Наша съёмочная группа решила узнать мнение посетителей набережной Цесаревича в отношении взымания подчасовой платы на парковке. Подробности в нашем следующем материале. Одно из самых любимых мест горожан набережной Цесаревича не может похвастаться доступностью для отдыхающих. С тех пор, как парковка стала платной, родители с детьми стали гораздо реже сюда приезжать. Зато за паркованными машинами установлена вся узкая дорога. Парковка платная, конечно же, это не совсем комфортно, потому что практически у нас весь город заставлен платными парковками, за всё нужно платить. Неудобно то, что оплата за каждый час. Это выходит недёшево. Но так с коляской нам, мамам, приходится ставить здесь машины, потому что с дороги идти с коляской очень неудобно. Поэтому платим деньги, а что делать? Посетители также выступают с идеей сделать льготы на парковку для машин с детьми. С ребёнком мы сейчас приехали погулять. И дорого, 60 рублей за час. Сделали бы 30, было бы больше людей ездило бы. Вот даже в супермаркетах первые два часа бесплатно делают. А здесь час 60 рублей. Напомним, что владелец «Дальзавод» с мая вёл плату за парковку с видом на Золотой мост. Час 60 рублей, полдня 200. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию у жителей Владивостока. Кто-то был категорически против, а некоторые поддержали идею. Лично для меня это очень удобно, потому что я сама не с Владивостока, а с Уссурийской. И когда я приезжаю в город, мне очень удобно, что здесь много свободного места. Не надо искать, где припарковаться. Я сразу знаю, что здесь свободно и спокойно приезжаю, заезжаю. Учитывая ситуацию с парковками в Владивостоке, я лучше заплачу, чем буду 10 раз крутиться где-то, искать место. Здесь заплачу сколько? 200 рублей заплачу. Зато я буду спокойно, уверена, что моя машина в целости и сохранности. Стоит отметить, что Центр судоремонта «Дальзавод» вынашивал идею сделать парковку платной уже давно. И у них есть свои веские резоны. Подержание порядка на набережной и её содержание требуют немалых средств. Дмитрий Беломестов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулезом. На 100 тысяч человек приходится 280 больных. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России за 2018 год. В группе риска – дети и подростки. Это опасное заболевание передается воздушно-капельным путем. И без иммунодиагностики и профилактики остановить эту болезнь сложно. Тем не менее, современные методы позволяют обеспечить стопроцентное излечение детей и подростков. За исключением тех случаев, когда, например, ребенок не привит БЦЖ. Или же он поздно обратился за помощью. Тогда лечение может затянуться. И об этой положительной тенденции говорят цифры. За последние 10 лет детская заболеваемость с туберкулезом в Приморье снизилась в два раза. Подробности у Катерины Матвеевой. Вакцина БЦЖ – главное оружие в борьбе с туберкулезом у детей. Она хоть и не спасает от самого заболевания, но позволяет защитить малыша от его тяжелой формы. Именно дети являются самой опасной группой населения, которая подвержена тяжелой форме этой легочной болезни. С поражением центральной нервной системы, мозга, внутригрудных и периферических лимфоузлов. И заражают детей взрослые. Что самое сложное, что именно дети зависят от взрослых. И взрослый человек в наше время не имеет возможности позволить себе лечить туберкулез. Хотя заболеть может вполне. Почему не могут лечить сейчас взрослые? Потому что они вынуждены работать, кормить семью. И больничные, как таковые, официальные, не покроют затраты семьи на это. И поэтому люди, больные туберкулезом, находятся рядом с нами, болеют успешно. Испешно нас заражают. Тенденция к отказу от прививок и к БЦЖ, в частности, очень опасна. Особенно для жителей Приморья. Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулезом. На 100 тысяч человек приходится 280 больных. Распознать больных туберкулезом не так легко, как кажется. Кашель, кровохарканье, похудание – это только тогда, когда уже очень тяжелые и очень осложненные формы туберкулеза. То есть больной туберкулезом человек, он похож на нас с вами. Дай Бог нам всем здоровья. Это обычный человек, иногда уставший, иногда с иниками под глазами, что-то не доел, где-то не доспал, довольно раздражен. Поэтому сложно выявить туберкулез на ранних его этапах развития. И для этого именно здравоохранение России используют профосмотры. Для выявления заболевания у детей проводится иммунодиагностика, у взрослых – флюорография. Лечением и профилактикой заболеваний занимается детская туберкулезная больница, на базе которой также открыто отделение амбулаторной профилактической помощи. Специалисты отделения консультируют детей со всего Приморского края. И еще один такой кабинет открыт в поселке Липовце Октябрьского района. Туда поступают жители отдаленных районов Приморья. Предупредить заболевания всегда можно. Есть лица, в том числе и дети, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют туберкулезом. И есть дети, но мы сейчас говорим о детях, которые при любых обстоятельствах могут заболеть туберкулезом. Специалисты детско-туберкулезной больницы регулярно выезжают в районы края для обследования детей и назначения лечения. И такая комплексная работа дает результат. В крае относительно 2016 года детская заболеваемость туберкулезом снизилась на 30%, подростковая – на 25%. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. С 1 октября в России начали действовать новые законы. Золотую осень 2019 встретили культурно-спортивным фестивалем сотрудники учреждений уголовной исполнительной системы Приморья. Финал чемпионата России по эндуро состоялся во Владивостоке. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эстбали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эстбали Кешью» во всех супермаркетах. Сегодня с вами Юля Рокотская. И мы продолжаем. С 1 октября в России начали действовать новые законы. Золотую осень 2019 встретили культурно-спортивным фестивалем сотрудники учреждений уголовной исполнительной системы Приморья. Финал чемпионата России по эндуро состоялся во Владивостоке. 2019 год объявлен Международным годом лосося. Это сделано для более детального изучения лососевых рыб и осуществления мероприятий по контролю над популяцией. Понимая важность поставленных задач лососеохранные мероприятия, поддержала Америка, Япония, Канада и Южная Корея. Глобальное потепление заставляет лосось менять маршруты миграции и привычные места обитания. Не последнюю роль играет и промышленное загрязнение вод. А между тем лососевые рыбы составляют важнейшую часть экосистемы, а также являются основным объектом рациона населения. Росрыболовство уверяет, что климатические условия позволяют России изменить самый большой резерв лососевых рыб, которого хватит и для обеспечения потребителей населения, и для селекционных работ. Но посмотреть на проблему под разными углами предлагает наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. В разных регионах нашей страны есть большое количество лососевых рыб. Амур – богатейшая река с точки зрения лососевых. Однако есть серьезная проблема с уменьшением их популяции. Лосось – не только уникальный элемент природы и экосистемы, но и важный ресурс для человека. В связи с большой промысловой нагрузкой в низовьях Амура, происходят очень сложные процессы, происходит снижение количества лососей, заходящих на нерест. И мы опасаемся, что в ближайшие годы может наступить кризис, при котором рыба просто-напросто исчезнет из наших рек. Чтобы этого не произошло, Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы присоединился к Международному году лосося. В Амурском эко-регионе стартует просветительская кампания «Свободу лососю». Важно сохранить экосистему реки Амур и не позволить исчезнуть лососевым. В рамках года лосося на Дальнем Востоке планируют провести целый ряд различных акций. День лосося, сплавы и экспедиции для детей в лагерях, а также кита-марафон. Красной рыбе, зеленый свет. Стадо игрушек в виде рыб стартанет от Николаевска на Амуре вверх по Амуру в сентябре этого года. Наши партнеры провезут мягкие игрушки по пути, по которому каждый год проходит настоящий живой лосось. А другие наши партнеры будут встречать эти игрушки на местах на каждой их остановке. К слову, сам вылов рыбы – не единственная угроза для лососевых. Вырубка пойменных лесов также значительно влияет на популяцию. Экологи подчеркивают, очень важно не допустить сокращения площади нереста охранных полос лесов. Только в Приморском и Хабаровском крае под угрозу попадают более трех миллионов гектар ценных лесов, важных для прохождения нереста лососевых рыб. Все реки, которые находятся в Приморье, называют лососевыми. В нашем крае сосредоточены большие популяции горбушек и тысимы. Поэтому сохранение рек и прибрежной растительности, а точнее охрана среды комфортного обитания рыб, также не менее важна. Для нас состояние пойменных лесов чрезвычайно важно, чтобы эта растительность сохранялась не только как источник для кормовых объектов, но также место, которое сохраняет тенистую часть реки и которое предохраняет реку от перегревов. Загрязнение рек, вырубка лесов, большой объем вылова рыбы и промышленного и браконьерского – основные причины уменьшения численности лосося. Не исключено, что при современных тенденциях лососевые могут пополнить список исчезающих видов. Организаторы надеются, что год лосося поможет преодолеть негативный крен и выработать механизмы грамотного распределения промысловой нагрузки. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. С 1 октября в силу вступили новые законы. Так, балконы теперь должны стать зоной свободной от огня. Изменения в правилах противопожарной безопасности запрещают жарить шашлыки и что-либо сжигать на обозначенной территории. Штраф 5000 рублей. А вот спорную ситуацию с курением объяснили в МЧС. Курить на балконе не запрещено. Ответственность наступит в том случае, если вредная привычка станет причиной пожара. А еще в кинотеатрах обязаны перед началом каждого сеанса информировать зрителей, как им нужно действовать, если объявлена пожарная тревога. Кроме того, уже со вторника банковские служащие должны будут более внимательно считать, потянет ли заемщик кредит или нет. То есть, если долговые обязательства составляют половину от дохода физического лица, взять на себя новую нагрузку человеку не дадут. С 1 октября можно будет назначить свадьбу на любую дату. Влюбленные пары получат возможность самостоятельно выбирать день официальной регистрации брака. При этом минимально возможная отсрочка составит, как и прежде, один месяц, а максимальная – один год. Поправки о хостелах. Наконец-то дошли до логического финала. Жилищный кодекс строго регламентирует возможности открытия хостела в домах. Теперь подобные учреждения можно будет открывать только после перевода помещения из жилого в нежилой фонд. И только на первом этаже с отдельным входом. И еще с 1 октября в России начнут действовать новые суды апелляционной и касационной инстанции общей юрисдикции. Они будут структурно самостоятельными и вышестоящими судебными органами по отношению к областным и равным им судам. Сотрудники учреждений уголовной исполнительной системы Приморья и члены их семей встретили «Золотую осень-2019» культурно-спортивным фестивалем. На базе оздоровительного лагеря в селе Каймановка под Уссурийском почти полторы тысячи человек могли не только показать свою спортивную подготовку, но и творческие способности в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Подробнее о празднике в материале моей коллеги Светлана Садовой. Эти весёлые ребята в реальной жизни – представители серьёзных профессий. Все они – сотрудники уголовно-исправительной системы Приморского края. Работают в следственных изоляторах и исправительных колониях. То есть напрямую связаны с той частью общества, жизнь которой протекает за решёткой. Но суровая профессия – не помеха коллективному отдыху, где творчество – элемент командной работы. Праздник «Золотая осень» для сотрудников ГУФСИН по Приморью проходит уже второй год. Более полутора тысяч сотрудников, учреждений и членов их семей демонстрировали первым делом хорошую спортивную подготовку, а затем творческие достижения в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Здесь есть уже традиция, или первый шаг традиции. Поэтому у нас в России есть иначе традиция. Поэтому это в первую очередь даже не столько моё желание, а желание коллективов, сотрудников, начальных учреждений. Ну, соответственно, это желание в хорошее русло. Здесь не только же спортивные мероприятия, есть культурные мероприятия. Несмотря на тяжёлую службу, на первом месте у сотрудников УИС семейные ценности. Поэтому первое, что обращает на себя внимание на праздники – огромное количество детей. И творческие выступления практически все с участием детворы. Мамы переживают и поддерживают за сценой. Ну, это значимый праздник. В первую очередь для той системы, в которой я служу. И это часть моей жизни, это моя семья также, в которой дети мои принимают участие. Командный дух, взаимная мотивация и поддержка у сотрудников УФСИ наиболее ярко проявилась на спортивной эстафете и перетягивании каната. По завершению праздника победители наградили подарками, кубками, дипломами и грамотами. А юных участников – игрушками. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. И далее к новостям спорта. Финал чемпионат России по эндуро прошёл во Владивостоке. Первую часть экстремальных гонок на мотоциклах принимала водная станция ЦСКА. Там организаторы с нуля построили целую полосу препятствий. А вот весь второй этап спортсмены провели на Приморском бездорожье. Всего в заездах поучаствовало почти сотня гонщиков. Подробности расскажет Максим Яковлев. Уже несколько лет подряд Владивосток принимает крупные соревнования по эндуро. Причём не просто региональные гонки, а настоящий чемпионат России. Эти зрелищные заезды на мотоциклах по традиции собирают большое количество болельщиков. Всего в нескольких метрах от них разворачивалась экстремальная борьба. В рамках традиционной международной гонки On The Edge это шестая гонка, проводимая у нас. И здесь сильнейшие спортсмены России поборются за звание чемпиона России по экстрим-эндуро. И даже международные участники из Кореи и Таиланда примут участие в рамках учёта On The Edge. По традиции весь финал проходит в два этапа. Сначала пролог. Это самая зрелищная и доступная фанатам часть. Ведь пилотам здесь нужно преодолевать тяжёлую полосу препятствий, собранную с нуля. И если раньше экстрим-эндуро принимали отдалённые уголки Владивостока, то теперь уникальную трассу построили прямо на водной станции ЦСКА. Сюда подогнали даже целое 70-метровое судно, по которому впервые в истории гоняли спортсмены. Вся сотня участников, к слову, была поделена на три класса – хобби, спорт и оупен, которые различались опытом байкеров. Задача перед ними стояла одна – добраться до финиша максимально быстро. Те же, кто справились с первым испытанием лучше всех, получали бонус для второго и главного вызова – долгого заезда по Приморскому бездорожью. Этот этап проходил уже целых два дня. Сначала мотогонщиков ждал маршрут протяжённостью около сотни километров по пересечённой местности, включающий в себя резкие подъёмы, лесные и горные секции, непроходимые пески, а также различные сюрпризы от организаторов. Ну а завершался весь чемпионат обратной дорогой во Владивосток. И если приморским спортсменам эти места могут быть и знакомы, то гостям при прохождении внедорожного маршрута приходилось полагаться только на GPS-навигаторы и разметки на трассе. По итогу лучшие спортсмены получили свои заслуженные награды, а победители финала в своих классах даже имели возможность заработать звание мастера спорта России. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Забыть про шашлык на балконе. Новые законы в России вступили в силу с 1 октября. Город сковали пробки, ремонт дорог и теплосетей на авангарде создал серьёзные проблемы автомобилистам Владивостока. Жители Владивостока возмущены по часовой платной парковкой на набережной Цесаревича. Сильнее всего от этой меры страдают мамочки с детьми. В группе риска «Дети и подростки» Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулёзом. На 100 тысяч человек приходится 280 больных. Командный дух мотивации поддержка. Спортивную «Золотую осень-2019» встретили сотрудники учреждений уголовной исполнительной системы Приморьи. Чемпионат по эндуро завершился во Владивостоке. За призовые места боролись сильнейшие райдеры из России, Южной Кореи и Таиланда. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Это Владивосток.